Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Закупки 2.0», а с вами ее ведущий Дмитрий Сытин. Сегодня у нас в гостях Денис Торопов, директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования PowerUS Hydra. Денис, добрый день! Добрый день, Дмитрий! Большое спасибо, что пришли к нам в студию. PowerUS Hydra является одним из крупнейших заказчиков в 223-м федеральном законе, и это такой значимый заказчик на рынке. Поэтому наша встреча, я думаю, будет очень интересной. И начать хотелось бы с основных цифр по закупкам PowerUS Hydra. Вы достаточно давно уже руководите закупками Росгидра, и я думаю, что вы в этих цифрах ориентируетесь. То есть общий объем закупок, сколько конкурентных единственного поставщика закупок у малого и среднего предпринимательства, каков уровень конкуренции. Многими цифрами мы можем похвастаться и гордиться, если бы взять, мы сравнивали 2015 год и 2016 год, который у нас уже в полном объеме завершен. Если основные цифры брать, то это закупки единственного источника у нас составляет 35%. Я сейчас говорю по группе Росгидра, это все компании, это и гидроэнергетика, и тепловая энергетика Дальнего Востока, вот вся группа. 35%, причем нам удалось на 10% снизить объем еды источника, по сравнению с 2015 годом. Для нас это показатель. Если говорить про закупки на электронных торговых площадках, то у нас порядка 95% закупок конкурентных все проводятся на электронных площадках. За редким исключением, абсолютно обоснованным, тоже, на мой взгляд, достаточно такой хороший показатель. Еще есть хороший показатель, который нас очень радует. Мы его посчитали, мы опять же сравнили 2015 год и 2016 год, и посчитали, сколько у нас уникальных компаний участвует в процедурах. И заметили такой тренд, что у нас на 24% в 2016 году количество этих компаний увеличилось. То есть, на наш взгляд, это тоже такое достижение, если говорить уже о работе с поставщиками, с рынком, различными способами. Мы пытаемся сделать так, чтобы больше компаний, больше производителей заходило на наши закупки. Поэтому этой цифрой мы тоже очень гордимся. И при этом надеюсь, что потенциал еще по ее увеличению достаточно большой. Каков общий объем закупок Powerhouse Gider? Какова доля закупок у субъектов МСП? Ну, понятно, что она 18%. Ну да, показатели, установленные мы выполняем и даже перевыполняем. То есть, здесь особо проблем нет. Общий объем закупок, если говорить про группу Росгидера, это больше 200 миллиардов, порядка 220 миллиардов это за 2016 год. Доля закупок у МСП составляет, если в цифрах говорить, то установленные показатели это 10-18%. У нас они в два-три раза превышают по тем компаниям, которые входят в группу и находятся под мониторингом действия постановления 1352. Каков уровень конкуренции по конкурентным закупкам? Вы знаете, это наша непосредственная такая где-то боль, а где-то радость в каких-то ситуациях. По-разному, да. Опять же, мы компания по всей России распределенная, поэтому здесь очень сложно говорить. Здесь, во-первых, пересечение территориальных особенностей и пересечение категоричных особенностей. Если говорить про Дальний Восток, то где-то есть проблема с наличием подрядчиков, потому что есть отдаленные регионы, куда просто компании из Центральной России либо невыгодно, либо неинтересно ехать. Поэтому вот этой проблемой занимаемся. Хотя на Дальнем Востоке, наверное, с производителями, с поставщиками оборудования там попроще, плохо с подрядчиками. Поэтому, ну, разная ситуация. Но вот в мониторинге Минфина последним, если память не изменяет, там то ли 1,7, то ли 1,9, я путаю 44-й, 223-й, по-моему, 1,7. Ну, относительно этого показателя наверняка больше уровень конкуренции. Да, мы считали, у нас в среднем больше трех, то есть три целых, если не ошибаюсь, три с половиной у нас показателей в целом по группе. Это, опять же, за 16-й год. Ну, неплохой показатель, но все равно мы, как знающие изнутри, многую проблематику по разным категориям считаем, что это далеко не высокий показатель. И здесь еще потенциал достаточно большой. А как выстроена закупочная деятельность? У вас централизована или, ну, то есть как-то комбинирована? Ну, вот за последние полтора года одной из основных задач для нас являлась централизация управления закупками. Учитывая, что за последний год в группе компаний произошли изменения, произошла консолидация как раз-таки бывшей компании «Рауэс Восток» и непосредственно компании «Росгидро», это слияние исполненных аппаратов. Ну, вот на фоне этого процесса у нас произошло слияние еще и центров управления закупками. То есть я одновременно с тем, что являюсь директором департамента закупок, я еще являюсь директором, генеральным директором дочерней компании «Стопроцентной Росгидроснабжения». Как раз на базе этой компании и произведена централизация функционалов управления закупками вот этих двух больших крыльев нашей группы компаний. Поэтому системы закупок централизованы, естественно. Есть определенные пороги, они зависят от стоимости закупок, от уровней и значимости конкретных закупок. Большинство, если так в общем говорить, то если исходить из общего объема в рублях, порядка 70% всех денег, которые направляются на закупки, по ним решение централизовано. Соответственно, у нас в группе работает центральная закупочная комиссия, которая тоже за этот период времени стала в едином составе. Это основные топ-менеджеры, которые по всем направлениям принимают ключевые решения. Согласование плановых закупок, неплановых закупок и так далее. Но при этом мы стараемся такую разумную долю, разумное распределение централизованных и децентрализованных решений выдерживать. Потому что все забрать это тоже неправильно, потому что это негативно отразится на производственной деятельности. Мы это прекрасно понимаем. И наоборот, мы сейчас даже работаем над внедрением некоторых механизмов по ослаблению такого контроля. Допустим, здесь в основном исходим еще из категорийной специфики. Если это закупки под техническое присоединение, которые в законодательно установленные сроки и так далее. Если это какие-то критически важные, аварийные, не дай бог, закупки и так далее. То есть стараемся побольше отдавать на места, компетенции, может быть, с каким-то последующим контролем, чтобы не остановить основную производственную деятельность. Потому что у нас все-таки основная задача – это обеспечить функционирование компании основного производства. Вот такой здравый смысл, по сути, у вас в организации. Да, стараемся этот баланс поддерживать. А как выстроена работа с поставщиками? Разные модели, варианты есть. Где-то есть просто публикация и пассивное ожидание. Кто-то активно работает с рынком, кто-то еще какие-то модели применяет. Например, выращивание поставщиков по отдельным группам. Как это у вас устроено? До выращивания поставщиков мы, наверное, пока еще не дошли. Потому что у нас есть контролирующие органы антимонопольные. Нужно еще соблюдать антимонопольное законодательство. Но если говорить в целом о работе с поставщиками, то основные тренды для нас сейчас – мы активно занимаемся тем, чтобы избавиться по максимуму от компании так называемых прокладок и в большей степени уходить напрямую на производителей. В этом плане мы очень заинтересованы и различные шаги предпринимаем в этом направлении. Например, мы выяснили, что по оборудованию электротехническому, энергетическому многие заводы, речь идет о дальневосточных закупках, выходят на нас и говорят, что размер аванса нам не позволяет. То есть мы производственная компания, мы должны вкладываться на закупку металла и так далее. А вы проводите закупки, часто без авансирования. Мы не можем выходить. Соответственно, что происходит? Выходят компании, посредники, у которых есть определенные финансовые ресурсы, с удовольствием выигрывают эти процедуры и идут к тем же производителям за определенную наценку или продают нам продукцию. Соответственно, эту проблему мы внутри решили. Внутри уже настроили бизнес-процесс таким образом, чтобы предоставлять все-таки разумное авансирование. И мы действительно уже видим эти плоды, выходят напрямую производители. Это одна из, наверное, таких маленьких мер для примера. Какой-то кредитный рейтинг поставщика считаете? То есть риски на поставщика? Каким образом вы условия оплаты определяете? Вот это можно авансировать? Конечно, конечно. Есть у нас действует методика в каждой процедуре методика оценки финансового состояния участника. Она прозрачная. У нас любой участник конкурса может сам взять эту методику, посчитать, соответствует ли он или не соответствует. Причем с этой методикой мы тоже сейчас активно работаем. Потому что мы увидели проблему, что отклоняются у нас поставщики, производители. Может быть, более часто, чем хотелось бы. Поэтому сейчас мы ее тоже где-то пересматриваем. А ФАС как смотрит на нее? То есть это не является, по их мнению, ограничивающим фактором? Нет. За последний год мы, на самом деле, достаточно серьезно подстроили нашу нормативную базу под требования ФАС. Потому что, ну как, знаете, требования ФАС, я бы многие их требования не называл, потому что они очень сильно совпадают с нашими. Мы абсолютно также относимся к обеспечению прозрачности закупок, к недопущению сужения конкуренции в технических заданиях. К установлению, не знаю, к оценке субъективных участников закупок. Это все мы достаточно серьезно почистили в нашей нормативной базе. И сначала у нас были обжалования в отношении этой методики. Мы внесли в нее изменения, убрали там субъективный фактор и так далее. Поднастроили. Сейчас ее еще продолжаем совершенствовать. А вот интересный вопрос по импортозамещению. Ну, то есть он частично тоже поставщиков касается. Как решаете эту проблему? Как этот тренд на импортозамещение наш общегосударственный проявляется в закупках Росгидро? Ну, вы знаете, здесь, если говорить о категориях той продукции, которую мы закупаем, наверное, наиболее острый этот вопрос стоит при закупках сложного, крупного силового оборудования, трансформаторы, турбины и так далее. Там, где действительно рынок такой уже международный. Но при этом достаточно большой объем продукции, которую мы покупаем, может быть, не особо дорогостоящая и сложная, там электротехническая продукция. По нашему наблюдению, существует на рынке российском достаточно количество заводов и поставщиков, прежде всего производителей, конечно, которые способны участвовать в процедурах. Здесь мы не видим какого-то резкого перелома в связи с выходом, допустим, 925-го постановления правительства. Мы видим тренд в отношении того, что заводы стали чаще, российские заводы, участвуют в процедурах, а иностранные производители не участвуют там, где раньше могли бы участвовать и занимать основные места. А инноватика у МСП-то все-таки есть? То есть есть у нас не торговые компании МСП? Есть, но здесь, мне кажется, нам еще есть на чем работать, потому что на многих площадках встречались с представителями малого и среднего бизнеса в отношении инноваций. Мы, конечно, за инновацией, потому что мы менеджмент, который в том числе решает задачу по повышению эффективности производства, экономической эффективности, а инновации, они, в общем-то, для этого и нужны. Поэтому здесь, если говорить про инновации, мы ждем еще и поступательного движения от рынка. То есть мы с удовольствием готовы принимать любые идеи предпринимателей, какие-то инновационные, технические решения, с удовольствием их анализируем. И мало того, у нас при проведении закупочных процедур это допускается. То есть если мы увидим, что мы в технических требованиях поступили консервативно, и поступило какое-то инновационное предложение, которое не соответствует этим техническим требованиям, мы вплоть до того, что мы отменяем эту процедуру, пересматриваем технические требования, чтобы допустить такое решение. То есть в этом плане мы открыты, конечно. Показатели все мы выполняем. Отлично. Денис, мы прервемся на минуту, а после рекламной паузы продолжим. Дорогие телезрители, а у нас реклама. И снова здравствуйте. Напоминаю, что мы продолжаем программу «Закупки 2.0». С вами ведущий Дмитрий Сытин, а в гостях у нас Денис Торопов, директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования «Паурус Гидро». До перерыва, Денис, мы говорили о поставщиках, об импортозамещении, о локализации, об инноватике. А сейчас мне бы хотелось продолжить этот разговор, но уже поговорить о стандартах закупок, о нормативах. Есть ли вот такая практика в «Росгидро»? То есть, понятно, не закупать роскошь, закупать то, что положено, какие-то табели положенности, может быть. Да, была директива, правительство, которое мы выполнили, разработали нормативы, но нормативы разработаны в отношении простых категорий. Это действительно транспорт, нормы закупки компьютерной техники на одного человека и так далее. Такие нормативы существуют. Но это лежит на поверхности, такие вещи, знаете, они очень простые. Карандаши, каждый знает, как правильно закупать карандаши. А вот какие-то сложные вещи, я, в общем, говорю про управление потребностью. Ну, в общем, и производственную, и такую среднюю, скажем так, больше к производству относящуюся. Понятно, да. Компьютеры, ну, несложно. Согласен, да. Здесь мы идем тоже в эту сторону. Вы, скорее всего, речь идете о том, что по каким-то типовым видам работ, допустим, ремонтным работам должны формироваться достаточно типовые технические задания, периодические закупки. Да, из которых должно вытекать там стандартизованный перечень материально-технических ресурсов, которые там закупаются и так далее. Мы в эту сторону идем активно. Ну, здесь, наверное, основной таким инструментом для этого нужны классификаторы материально-технических ресурсов, нормативно-справочная информация. Пока, к сожалению, в нашей группе компаний единая система НСИ отсутствует, мы очень активно сейчас занимаемся ее разработкой. Как только мы уже получим классификаторы, мы как раз этой темой активно займемся. Как раз планированием потребностей, формированием планов потребностей, стандартизацией по наиболее частым видам работ услуг и так далее. Вы затронули еще одну очень интересную тему, она сейчас стала популярной даже на уровне государства. Это каталог товаров, работа и услуг. На уровне Росгидро, как вы сказали, он отсутствует. А каким образом тогда у вас сейчас планирование ведется? Оно все равно ведь в разрезе детализации до номенклатуры, просто она разная? На самом деле, так как у нас достаточно, как я уже говорил, большая группа компаний, у нас есть в отдельных дочерних компаниях, причем достаточно крупных, есть свои справочники, есть свои системы НСИ. У нас где-то их в каких-то дочерних компаниях просто нет, где-то они есть. То есть у нас сейчас задача их провести унификацию, сделать такую единую систему НСИ, учитывающую специфику и особенности всех предприятий группы. Каким образом, те компании, у которых НСИ есть, они формируют лоты действительно на основании справочника. То есть там каждый лот можно, как говорится, до винтика расписать. Те компании, у которых такая система НСИ отсутствует, к сожалению, вынуждены в логике лотов формировать план закупок. Как разделить предмет закупки и товар, работу или услугу, которая приходит по факту закупки? Это разные вещи. У вас же наверняка в основные конкурсы функциональные, где нет привязки к конкретному производителю. У вас, скорее всего, разные силы специфики Росгидро, но большинство на рынке и у крупных госзаказчиков это функциональные конкурсы, где в предмет закупки это функциональные требования, под которые могут попадать товары, работа и услуги разных производителей. То же самое, то есть в этом направлении работать. По сути, каталог того, что работа и услуг должен предусматривать часть его, это предмет закупки. По моему мнению, каталог НТР должен предусматривать возможность наличия различных технических решений. Вот в этом, наверное, ключевая задача. Чтобы не сталкиваться на аббревиатуру конкретных производителей, это, естественно, является такой ошибкой. Многие компании, знаю, коммерческие, имеют такую проблему, которую пытаются решать. Поэтому у нас задача сделать классификатор детальным, но при этом допускать, естественно, различные варианты производителей технических решений. А вот в отсутствие общего каталога, каким образом удается решать конфликты с производственниками и не сваливаться в непрерывно аварийные закупки? Ну, вы знаете, отношения с функциональным заказчиком, это такая классика закупок. И это нормально, на самом деле, иметь какие-то, в хорошем понимании, полезные конфликты. Мы постоянно в диалоге. Здесь, на мой взгляд, и сильно поддаваться желанию уважаемого функционального заказчика, наверное, неправильно. Ну, и, с другой стороны, слишком сильно, там, настойчиво гнуть свою линию тоже неправильно. Поэтому, еще раз, здесь, наверное, основная такая правильная тактика – это общий диалог совместный и принятие взвешенных решений. В начале передачи вы сказали, что очень большая доля закупок у вас проводится в электронном виде. Видимо, на электронной торговой площадке. Вы не могли бы рассказать об этом, условно говоря, где, как проводите одна, несколько площадок? А самое интересное, какие функции площадка выполняет? Какие бы вы хотели, чтобы она выполняла? Ну, мы анализировали рынок электронных торговых площадок для того, чтобы однозначно применять одну площадку по всей группе компаний. Это было наше сознательно осознанное решение. Ну, так проще, потому что, во-первых, мы постоянно взаимодействуем с площадкой. Сейчас мы закупки проводим на площадке RussellTork, и вся группа компаний проводит закупки в одном месте. Это и удобно поставщикам, чтобы не ходить по разным площадкам, искать различные закупки. Ну, и удобно нам, потому что мы в постоянном контакте шлифуем этот функционал. Для нас там разработана отдельная секция на площадке. Она уже функционально все больше отличается от стандартной. Там в мелочах буквально с коллегами с площадки отрабатываем процедурные вещи. Здесь я могу сказать, что уже сейчас для нас площадка является полноценным бизнес-партнером. Ну, что касается функционала, я не вижу, наверное, глобальных каких-то требований от наращивания функционала площадки. Потому что здесь те вопросы, которые касаются автоматизации бизнес-процессов, аналитики, мы пытаемся решать за счет других средств, за счет разработки. Это тоже у нас сейчас такая трендовая инициатива создания такой сквозной, единой, унифицированной IT-платформы внутренней, в которой будут автоматизированы процессы планирования, заканчивая заключением договора, чтобы увидеть, отслеживать все документы, где там что застряло. То есть весь бизнес-процесс положить в IT-систему. Поэтому здесь, наверное, грамотная интеграция потом площадки. Мы больше рассматриваем как инструмент все-таки проведения закупки, общения с рынком, интеграция с нашей IT-системой, что тоже сейчас активно этим занимаемся. Наверное, вот этот симбиоз, вот для нас это цель, мы себе амбициозно ставим эту цель в следующем году реализовать. Площадка фронт-энд, по сути, для вас, для технического общения с рынком, с поставщиками. А бизнес-сервисы вам нужны какие-то площадки или нет? То есть вот работа с поставщиками, поиск их приглашения, вплоть до квалификации, аккредитации, технического аудита, сбор обратной связи. Да, поиск, приглашение однозначно да. Там достаточно серьезное маркетинговое подразделение, которое нам помогает. Тем более, когда мы переходили на эту площадку, у нас была задача не потерять поставщиков, потому что закупки идут, мы их не можем остановить на какой-то период времени. По-моему, удачно эту задачу прошли, поставщики все перешли. У нас не было какого-то вала, не состоявших из закупок из-за этого. Что касается сервисов, могу привести пример. Это финансовое обеспечение участников закупок. Мы начали применять где-то, наверное, полгода назад. По-моему, тоже достаточно успешно, удачно. Это и снижает трудозатраты нашей бухгалтерии, наших заказчиков. По закупкам, наиболее ощутимым по стоимости, мы все-таки иногда требуем финансовое обеспечение, чтобы минимизировать наши риски. Там достаточно удобный механизм отлажен, использование площадки для этого. Мы, как заказчик, даже в этом технически особо не участвуем, только наблюдаем результат. Давайте в завершение поговорим о том, как вы видите развитие закупочной системы в Российской Федерации, в Пауэрус Гидро. Особенно в контексте общего тренда в стране на цифровизацию экономики, на задействование новых инновационных технологий. Искусственный интеллект будет через некоторое время принимать часть решений за закупочный орган, к примеру? Основные тренды, я считаю, это внедрение категорийного управления, которым сейчас занимаются уже многие крупные компании, компании с госучастием. Многие коммерческие компании это уже внедрили. Для нас это тоже такая глобальная серьезная задача, на мой взгляд, очень прорывная. То есть мы должны превратиться из закупщиков-процедурщиков в категоричиков с пониманием как раз-таки этого вопроса взаимодействия с функциональным заказчиком. Мы должны понимать специфику рынка, должны знать, какие процедуры применять, как латировать, в зависимости от состояния рынка. И в этом, я считаю, колоссальный эффект еще. Плюс это как раз-таки уход, ну не уход, а переход от управления закупками к управлению снабжением. Потому что не случайно мы дочернюю компанию назвали «Росгидроснабжение». И уже утвердили политику снабжения в «Росгидро», мы движемся в эту сторону. То есть управлять закупками, ну закупки это часть процесса снабжения, по сути. Если мы управляем, планируем закупки, но не смотрим на управление запасами, или формируем план закупок, но не думаем о плане формирования потребности, то есть чуть-чуть левее, ну и так далее. То есть этот процесс очень взаимосвязан. Если управлять только одним кирпичиком, то вся система будет работать неэффективно. Поэтому мы идем в сторону именно управления снабжением. Мне кажется, все эти тренды, они как раз-таки будут продолжаться. Мне кажется, надо выравниваться нам еще с нашими регуляторами в этом плане. Потому что мы как практики-закупщики или снабженцы понимаем, куда мы развиваемся. Но, наверное, есть у нас пока недостаточное понимание с нашими регуляторами. Потому что, допустим, развитие категорийного менеджмента и уход в понимание категории, в развитие поставщиков, то, о чем вы сказали, это вещи, которые уже находятся где-то за гранью понимания о правильном наших, допустим, антимонопольных органов. Поэтому здесь, опять же, нужен диалог. То есть во многом мы с нашими регуляторами согласны, они нам очень помогают в работе с внутренними заказчиками и так далее. Но есть вещи, которые, на мой взгляд, уже немножко начинаем расходиться. Сейчас тренд достаточно жесткий идет на исключение каких-то коллекционных требований, требований к опыту. А именно за счет этих требований мы, как заказчика, можем привлекать производителей. Поэтому здесь сейчас, на мой взгляд, идет ситуация не очень хорошая в этом плане. И вот надеюсь, что антимонопольные органы с нами в диалоге решим эту проблему. Большое спасибо, Денис, за интересный рассказ. Спасибо вам. Дорогие телезрители, наша передача подошла к концу. Напоминаю вам, что в эфире была программа «Закупки 2.0». В гостях у нас был Денис Торопов, директор департамента закупок маркетинга «Пауэрус Гидро». А вел программу Дмитрий Сытин. Спасибо. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова